Приветствую вас. Во-первых, мне бы хотелось сказать, что, значит, в вашем состоянии важно найти причину. То есть вот вы пишите, что раньше вы были спокойным человеком, а сейчас, если плохо себя чувствуете, сами пишите на встречу с этим молодым человеком. То есть получается, что в вашей жизни произошло что-то такое, что заставило вас, или заставляет теперь вас, больше от молодого человека зависит. Вообще-то говоря, вот по впечатлению от вашего сообщения, по впечатлению от вашего письма, можно сказать так. Когда вы виделись чаще, все было хорошо, да, как вы говорите. А как только вы перестали видеться чаще, чем вам того хочется, или чаще, чем вам представляется как-то вот возможным, да, тут же начались проблемы. И вот эти проблемы, как раз-таки, связаны с тем, что вы перестали получать то, что раньше получали. Раньше какие-то ваши желания удовлетворялись, а потом они перестали удовлетворяться. Ушла возможность удовлетворить свои желания так, как вы это делали раньше. Изменились обстоятельства, грубо говоря, и раз обстоятельства изменились, а модель-то поведения, она осталась суть той же, то и начала возникать тревожность. Чтобы ее не возникало, давайте вот с вами так скажем. Чтобы ее не возникало, нужно сделать что? Ну, нужно, во-первых, понять, что изменилось. То есть, что стало другим. Дальше. Ага. Значит. Какие вы желания, по вашему мнению, как вы чувствуете, перестали удовлетворять? Это точно очень важный момент. Потому что нужно понимать, отдавать себе отсчет в том, какие желания удовлетворялись раньше и как они удовлетворялись. И как и почему они теперь перестали удовлетворяться вот так. Ну, и важный момент, важным моментом, точнее, является то, что вам нужно, ну, как нужно, желательно, работать над своей, я бы сказал, независимостью и самостоятельностью. То есть, вы же боитесь потерять молодого человека, почему? Потому что что-то произойдет, потому что что-то случится, потому что какие-то негативные последствия наступят. Вот какие негативные последствия наступят, дочь желательно бы понять. Потому что страх – это, как правило, мистическое представление. Страх – это, как правило, знаете, отсутствие отдачи себе отсчета в том, а вообще, чего вы боитесь. Вот вы говорите, что, значит, вы бежите на встречу с молодым человеком, потому что боитесь, что, ну, завтра, на другой день, этой встречи может не быть. Хорошо, предположим, что на другой день этой встречи действительно может не быть. Но почему вы считаете, что именно вы виноваты в этом? Почему вы, как бы, всю ответственность за отношения берете на себя? Вот этот момент, он не очень ясен. Ну, по крайней мере, мне не очень ясен. И явно у вас по этой причине снижается, значит, как, явно по этой причине у вас снижается уверенность в себе. И из-за этого, что? А уверенность в себе – это необходимый залог для того, чтобы выстраивать отношения равноправно. И, соответственно, как я надеюсь, мы с вами теперь понимаем, что над самооценкой, над неуверенностью в себе тоже нужно отработать. Как работать? Ну, во-первых, понимать, в чём именно вы неуверенны. В чём именно заключается... В чём именно заключается... В чём именно заключается ваша неуверенность в себе? В чём, по вашему мнению, ваша слабость? Ваши, ну, вот, ваши, как бы, недостатки. И вот их нужно исправить. С ними нужно как раз-таки работать. Для чего? Чтобы вы были более независимы. Чрезмерное концентрирование внимания на мужчине – это вследствие ваших желаний, ваших потребностей, которые вы пытаетесь через него удовлетворить. Соответственно, я думаю, что вот эти моменты вам и нужно будет проработать. Потому что, ну, объективно, ваша тревожность, ваша, значит, паранойя, когда вы боитесь потерять человека, когда вы боитесь, значит, как-то вот... что мужчина-мужина вас бросит – это, ну, честно говоря, очень-очень плохо. Это для отношений означает, что они уже почти заканчиваются, к сожалению. Именно отношения заканчиваются. Потому что мало кто из мужчин будет терпеть такое к себе отношение, когда его, как бы, волей-неволей, силком заставляют, значит, делать какие-то вещи, которые ему, может быть, даже не нравятся. И вот об этом я вам очень рекомендую подумать. Именно вот об этом. То есть вы хотите, вы любите своего мужчину, вы хотите, чтобы он был счастлив. Но то, что вы делаете сейчас, вы, к сожалению, не делаете его счастливым. Вы, наоборот, делаете его счастливым своим поведением. Соответственно, вот именно его, ваше поведение нужно менять. А для этого, как я уже сказал, важно понимать, откуда растут ноги того, о чем вы пишете. И вот тогда, когда у вас будет это понимание, когда вы ответите себе на эти вопросы, на вопросы о том, чего вы хотите от мужчины получать, что вам от него нужно получать, что вы для себя извлекаете от общения с ним. Вот тогда вам будет гораздо легче избавиться от того, что у вас сейчас есть. То есть вам будет гораздо легче прекратить вот это вот нездоровое, неуверенное в себе, обесценивающее, что самое главное, обесценивающее себя же поведение. Пожалуй, на этом, я думаю, можно закончить. Потому что вам, чтобы сохранить отношения, и не только ради этого, кстати говоря, вам для того, чтобы вообще любые отношения сохранить и удержать, вам нужно для этого проработать с собой и в обязательном порядке для себя, для себя, вот момент, о которых я сказал, выявить, проработать, разобрать. Тогда можно будет надеяться, можно будет утверждать, что вам не грозит распад отношений. А пока вы поступаете так, как вам велит ваше желание, ваш организм, условно говоря, ваше сознание, пока вы это делаете, ну, к сожалению, можно говорить о том, что отношения у вас долго не проживут. Потому что, когда, когда и если люди думают только о себе, ничего хорошего из этого, к сожалению, не получается. Это то, что я могу вам сказать. Вам следует задуматься о своем личностном росте. Вам следует задуматься о том, как бы вы могли быть более независимы от молодого человека. Вам следует подумать о том, почему внезапно вы стали так сильно в нем нуждаться. Вот эти. Это вам обязательно нужно делать. Потому что, если мужчина в полной мере ощутит, что вы в нем очень сильно нуждаетесь, если он в полной мере это ощутит, к сожалению, можно сказать, что ваши отношения будут совсем другими. Какими, я надеюсь, понятно. Они будут зависимыми, и они будут зависимыми, к сожалению. Знаете, как они будут зависимыми? Они будут зависимыми таким образом, что вы будете постоянно занимать позиции менее выгодную, чем ваш мужчина. И отсюда, как следствие, тотальное неравенство вас в этих отношениях. Я не думаю, что вы этого хотите, и поэтому давайте мы с вами стараемся эти моменты исправить. Для этого в рамках и формате ответа на один вопрос вам помочь, к сожалению, нельзя. Тут нужно разбираться, с какого момента, с чего вы боитесь работать над страхом, над самоуверенностью, над комплексами, может быть, ну и так далее, и так далее, и так далее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!